Коллеги, добрый день. Мы начинаем наш симпозиум актуальных вопросов терапии и первый доклад, который сделает профессор, предоставляющих актуальных цифровых терапий Пироговского университета Оксана Андреевна Гисляк. Новый гиподигемический препарат в лечении сосудистых сторон. Спасибо большое, Владимир Викторович. Мы сегодня действительно и в рамках всей программы этой конференции, и в рамках нашего симпозиума решили обсудить именно вот такие относительно новые и актуальные вопросы лечения пациента с различной патологией. И поэтому, как мне показалось, будет интересно поговорить о новых гиподигемических препаратах. Ну, опять же, подчеркиваю это все относительно, но тем не менее, которые сегодня привлекли наше внимание при лечении пациентов с сердечно-сосудистой патологией, как при наличии сахарного диабета, так и без него. И начну я, пожалуй, с того, что любая наша такая вот работа, направленная на улучшение качества лечения пациентов, включение в программу лечения именно таких каких-то новых, доказавших свою ценность препаратом, это задача актуальная, потому что хотим мы этого или не хотим, но очень жаль, что наша страна, ну, не только она, окрашена вот в такие красные тома, поскольку сравнение с некоторыми странами вот Генросоюза не в нашу пользу, да? Что имеется в виду? Имеется в виду, что наша страна в группе вот стран с очень высоким риском сердечно-сосудистой смертности, и это означает, что перед нами огромное поле для деятельности и совершенствования вариантов лечения. При этом, конечно, мы все с вами знаем, очень известный факт, что есть эпидемия, да, как на сердечно-сосудистых заболеваний и рост, есть, конечно, заболеваемость этими болезнями по мере перехода стран в категорию индустриально развитых, вот. Но есть и вторая тоже такая довольно неприятная для нас, как для врачей, эпидемия, это сахарный диабет, да, и вот если смотреть по прогнозам Международной диабетической федерации, по сути, имеется, ну, такой вот неудержимый рост. Мы сегодня об этом говорить, конечно, не будем, хотя это тоже интересные вещи, потому что по мере старения населения вроде как мы добиваемся, да, того, что у нас пациенты дольше живут, вообще люди дольше живут в стране, но это одновременно и ассоциировано с риском развития диабета. Ну, и к тому же, конечно, мы также знаем, что сахарный диабет – это очень такое заболевание тяжелое, с одной стороны, есть червячи, да, а с другой стороны, масса проблем, связанных с развитием хронической болезни почек, ну, и самое главное, сердечно-сосудистых осложнений, которые являются причиной смертности. Вообще, на самом деле, если вот посмотреть в целом на популяцию, то, в общем-то, грубо в Европе, в России примерно 50% умирает от сердечно-сосудистых причин. А вот если взять отдельно популяцию пациентов с сахарным диабетом, то таких лиц уже 75 примерно процентов. Ну, и к тому же вот те данные, которые вот и здесь представлены, ну, таких многого, и преследований, и так далее, хорошо демонстрируют, по сути, тот факт, что при наличии сахарного диабета, вот вы видите, имеется значительное повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, как фатальных, так и нефатальных. То есть проблема диабет и сердечно-сосудистых патологий, которые в свое время объединили в понятие такой глобальный, каждый методический риск, она существует и остается очень такой важной и актуальной. И вот, собственно, разговор о гипоглигемической терапии и ее соотношением с сердечно-сосудистыми рисками. Хотелось бы начать с тех исследований, которые закончились, ну, так приблизительно к началу, да, 21 века. Вы знаете эти исследования, это крупные исследования, «Эдванс», «Аппорт», вот, и при этом надо сказать, что вот терапия, например, в «Эдвансе» антигипертензивная, она существенно влияла на риски сердечно-сосудистых вмешаемых. А вот терапия, направленная на снижение уровня глюкозы разными, да, гипоглигемическими препаратами, нет, нет, не повлияло в «Эдвансе», да, а в некоторых других исследованиях, как вы видите, совершенно неожиданно и страшно для всех, кто занимается этой проблемой, даже повысило эти действия умереть пациенту от сердечно-сосудистого какого-то события. Конечно, это не могло не привлечь внимание. И, в общем, где-то на рубеже определенных наших веков, как мы сказали, в общем, произошла такая перестройка. Оказалось, что вот здесь были, насколько я знаю, вопросы эндокринологии перед этим обсуждались, это важная проблема, может быть, и об этом тоже шла речь, но как-то оказалось, что это вот не так вот замечательно, даже интенсивное снижение уровня глюкозы разными препаратами, а надо совершенно на грубое ориентироваться, да. И вот с начала 21 века пошли исследования, которые в конечном итоге подтвердили очень такую высокую ценность для нас, некоторых гипогликемических препаратов, они здесь вот перечислены, но я хотела особенно обратить сегодня ваше внимание на вот индивидоры натрия глюкозного фотороспортера второго типа, которые вот оказались очень полезными как в лечении пациентов с сахарным диабетом, так и вот продемонстрировали то, что сегодня невозможно, будьте любезны, невозможно игнорировать. Смотрите, возможность лечения этими препаратами с соблюдением, да, вот этих регуляторных требований по оценке сердечно-сосудистой безопасности. Вот в какой-то момент все поняли, что вот невозможно это игнорировать, нужно обязательно ориентироваться на это. Ну и посмотрите, теперь и навсегда, это, наверное, будет новый противодиабетический препарат, должен быть таким, чтобы он ни в коем случае не повышал риск сердечно-сосудистых событий, а желательно даже, чтобы этот препарат не мешал. Вот это требование, это рождено было вот в этом вот топле исследований, которые были, в общем, направлены, конечно, в основном на снижение уровня глюкозы, как гирменного гемоглобина, так и рабочих исследований. Я вот с удовольствием хочу продемонстрировать три слайда, касающиеся именно тех нынешних уже алгоритмов лечения, но в данном случае это алгоритмы лечения пациентов с сапогом диабетом, но с учетом тех необходимых влияний на сердечно-сосудистые точки. И, как вы видите, вот первое, что я вам показываю, это европейские рекомендации. Здесь представлены рекомендации, хорошо известные, по диабету, при диабету и так называемым сердечно-сосудистым заболеваниям. А второй экземпляр – это то, что относится к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, очень коротко вот эти все схемы, они представлены. И здесь вы видите метформин, он сохраняет свою значимость, рекомендуется как препарат первой линии. У большинства пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической болезнью почек и сердечной недостаточности, но имеется в виду с диабетом. А еще вот то, что нас сегодня интересует, что у пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется те, доказавшие свою эффективность именно на отношении сердечно-сосудистых заболеваний, новые гипогликемические препараты, и в частности, индивидуальнафий-глюкозного транспортера-2. Вот они и предлагаются их назначать, потому что у них доказано положительное влияние, видите, на снижение сердечно-сосудистых и кардио-регальных исходов. Ну, и есть некоторые еще особенности в отношении больных с хронической болезнью почек, которую, по сути-то, тоже надо рассматривать как вариант, да, ведь у нас картину покой сердечно-сосудистой и почечной, его объединили в общую пирамиду, и теперь это уже вещи, которые друг от друга невозможно отделить, да. Ну, и еще есть одна тонкость дополнительная, такой, можно сказать, вишенка на торте, это эффективность в отношении именно пациентов с диабетом и сердечной недостаточности. Все, кто работает сегодня с больными, прекрасно знают, как много у нас пациентов сердечной недостаточности с разными вариантами ее, как со сниженной фракцией, так и с сохраненной, и мы каждый день с ними имеем дело. Ну, и если это комбинируется с диабетом, то мы можем использовать вот эти замечательные рекомендации, ну, ничем они не отличаются и от стандартов американских, да. Вот каждый год в начале года выпускаются, здесь я привела 21 год, там особо больших отличий нет, и там тоже есть соответствующие рекомендации, вот слева это то, что высокий риск, да, это не заболевание какого-то конкретного, но есть высокий риск, потом есть там сердечно-азвызитое заболевание и хроническая болезнь почек. И по сути вот в этих, как бы, рекомендациях, в этих алгоритмах мы увидим то же самое, что и по большому счету, что и в европейских, и вот мы должны обязательно фокусироваться на новых препаратах, нам, конечно, неогонисты рецептов глюкогоноподобного пиктидалина, это важная группа, но вот, как я уже сказала, сегодня я хотела бы продемонстрировать вот эту группу, ее эффективность, ингибиторы натрия глюкозного транспортера второго типа. Ну и последний слайд касается вот из этих слайдов, касается наших, да, рекомендаций, это мы убираем, да, наверное, американские, переходим к нашему. И можем с уверенностью говорить о том, что здесь тоже ничего нету, никакой консликности нету. Ну, бывает иногда что-то вот у нас, например, по гипертензии с американскими не очень сложилось там, не соответствует некоторой позиции, по гипертонии и так далее. Но вот если говорить об этих рекомендациях, здесь такой же принцип. Есть сердечно-сосудистая или нет, есть хроническая болезнь почек или нет, но и всегда при наличии сердечно-сосудистого заболевания. В общем, рекомендуется на базовую терапию метформида обязательно. И, ну, не знаю, как-то дополнять ее, эту терапию, или, может быть, наоборот, метформирует дополнение. Такое тоже правильно. Это препаратами новыми гипогликемическими, еще раз повторюсь, и среди них очень серьезное место занимает гигитарин, атрикозовый, гликозовый, 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 второй тип. Несколько слайдов касаются главных исследований, которые проводились у пациентов с диабетом, и в которых вот анализировалось влияние на ассоциированные сердечно-сосудистые заболевания, или на риски сердечно-сосудистые. Вот эти заболевания деклэротимы, камбасы, эмбарэ, они интересны чем? Вот, например, эмбарэ, да, с эмбарэлодином. Там практически исключительно были, вы видите, пациенты, только имеющие сердечно-сосудистые заболевания. Что касается камбас, это камбрифлодин, здесь вот треть пациентов была с рискным, с высоким риском развития, ну и очень около 70% тех, у кого уже были болезни. Ну и, соответственно, да, по прикладе, вот вы видите соотношение, там было особенно много пациентов с риском. Ну и что же в этих исследований оказалось? Существенные такая результаты касались влияния на определенные события. Ну, в частности, вот есть такие комбинированные точки, да, и вот камбрифлодин, посмотрите, он снижал риск самых однообразных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов, в принципе, с сахарным диабетом, а также следующий слайд, пожалуйста, очень достоверные в этом плане данные. А вторая часть – это те, у кого уже есть сердечно-сосудистые, и тут даже были более такие значимые отличия, и высокая эффективность была показана. Кстати, для камбрифлодина особенная эффективность была показана в немножко в другом еще исследовании, это было по поводу больных с хронической болезнью почек, но мы сейчас об этом не говорим. Что касается, да, погрифлодина, тоже вы можете убедиться, абсолютно достоверные данные, вот эта первичная, конечная точка, она на самом деле всегда была такой своеобразной, там и сердечно-сосудистая смертность, еще госпитализация в некоторых исследованиях, число обращений по поводу там сердечно-сосудистого заболевания, то есть совершенно конкретно был получен вот такой результат. Ну и, наконец, по эмпоглифлодину, как вы видите, также результаты оказались очень значимыми, но вот здесь интересно даже может быть другое. Здесь впервые заговорили, ну, впервые, конечно, относительно, но так вот явственно заговорили, о пациентах, имеющих именно сердечную недостаточность, и вот вы видите, здесь идет, по сути, сравнение того, как эмпоглифлодин может повлиять у пациентов с сахарным диабетом на будущее его, да, с этими, так сказать, угрозами, если есть сердечная недостаточность и нет этой сердечной недостаточности. Пожалуйста, хочу еще показать, вот такое исследование было. В данном случае нас, оно чем интересует? Оно нас интересует тем, что канаглифлодин по большому счету не то, что вот сравнивался, да, с эмпоглифлодином, да, по глифлодином, но общая вот эта группа показала, что с использованием разных глифлодинов, вот этих ингибиторов натрия глюкозного транспортера, как вы видите, различий не оказалось, то есть несмотря на некоторые вот разности в тех исследованиях, которые были. Ну и буквально несколько моментов, на которые хотелось бы обратить внимание, почему, почему ингибиторы вот этого натрия глюкозного транспортера 2, они так положительно действуют. Вот обратите внимание, вот спектр их действия очень важен для пациента как с риском сердечно-сосудистого заболевания, так и с самим заболеванием, влияние на глюкозурию, да, и массу положительных эффектов, и в то же время уменьшение и ожирение очень важно, увеличение глюкозурии. Натриорез, да, для нас известный факт, что, безусловно, здесь будет смешение давления за счет, может быть, смешения объема циркулирующей брони и так далее, и так далее. То есть вот есть непосредственная причина того, что итог всех этих действий, вот он очевиден. Вот если посмотреть еще на два слайда, тут есть и другие моменты, на которые хотелось бы обратить внимание, из этих эффектов ингибиторов натрия глюкозного потранспортера мы уже назвали гипотензивный эффект, смотрите, сравнимый с эффективными комбинациями. Уменьшение, как мы уже говорили, гиперодигемии, уменьшение массы тела, уменьшение гипертрофии левого желудочка и так далее, жесткости сосудистой стенки и снижение активности симпатической нервной системы, снижение ЧСС. Если вспомнить фактор ревиза, сердечно-сосудистых заболеваний и поражение органов мишени, видно, что очень на многие позиции есть влияние. Ну и есть также дополнительные моменты, уже связанные, может быть, с такими более тонкими какими-то характеристиками и биохимическими моментами, так сказать, вмешиваемость в некоторый синтез определенных веществ. Я бы хотела обратить внимание на повышение уровня эритропоэтина и на увеличение количества энтериальных клеток предшественников, что улучшает энтериальную функцию, которая для нас очень важна, а также уменьшение фиброза и предотвращение ремоделирования. Ну и еще оптимизация энергетических процентов в сердце, которая, конечно, очень важна при сахарном диабете, но и при сердечной недостаточности невозможно не помнить о том, что это очень важно. Ну и вот, по сути, последний слайд касается того, к чему привели эти исследования. Они привели к тому, что возникло реальное ощущение, что эти препараты могут принести пользу пациенту с сердечно-сосудистой патологией не только при наличии сахарного диабета, но и без онов. И, собственно, так и оказалось. В исследовании ДАПА-ХТАП, Хатфейл и Трайл, Империор Редюс Трайл, собственно, было проанализировано влияние ДАПА-Глифлазина и ЭМПА-Глифлазина уже у таких пациентов? У пациентов с сердечной недостаточностью без сахарного диабета, вот в ДАПА-ХТАП, Хатфейл и Трайл, ДАПА-Глифлазин снижал гербичную, больничную точку. Смотрите, ухудшение состояния по сердечной недостаточности, сердечная сахарная, здесь не написано на 26%, а ЭМПА-Глифлазин также снижал вот эту больничную точку на 25%, но и добавляют они в ДАПА-ХТАП. Поэтому в современных рекомендациях четко прописаны необходимые препараты для лечения пациентов сердечной недостаточности, но вот в этих рекомендациях еще пока речь идет только о больных со сниженной фракцией. Но в этом году вышли уже исследования, подтверждающие эффективность дамы глифлазина у пациентов с сердечно-недостаточности, с сохраненной фракцией. Ну и наряду с известными вам вещами бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, токанисты минерал-патикоидных рецепторов, с АПОБИТРИН, да, с КОНСАРТАМом, известный вам препарат, уже включены и в ДАПОБИТЛАЗИН, и в АПОБИТЛАЗИН. Поэтому хотелось бы, чтобы мы, с учетом того первого слайда, который я демонстрировала, проникнувшись этой проблемой, в общем, назначали эти препараты в нашей жизни. Спасибо. Спасибо большое, Александра Андреевна. Если есть вопросы, мы готовы на них ответить. Может быть, потом, в конце, да? Если есть вопросы, которые нам будут почитаны, то тогда мы на них отвечаем. А я готова следующую председатель, я хочу только еще напомнить всем здесь присутствующим и тем, кто нас, может быть, слушает онлайн, что, в общем, мы подготовлены с ипозем сотрудниками кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательства медицинского университета имени Пирогова. И сейчас я предоставляю слово профессору нашей кафедры, доктору медицинских наук Юрии Владимировне Рисковой. Доклад Анны Нейтриха, СН, при сердечной недостаточности хронической, тактика введения пациента. Большое спасибо. Глубоко уважаемый президент, глобоко уважаемые коллеги. Хроническая сердечная недостаточность в настоящее время остается важной глобальной проблемой с кровоохранением. Продолжается рост смерти, госпитализация пациентов в сердечной недостаточности. Несмотря на прогресс лечения, за последние пять лет пациенты с сердечной недостаточностью продолжают количество их увеличиваться. Что самое интересное, увеличивается количество молодых пациентов, моложе 50 лет. И мы знаем на сегодняшний день, что большой вклад в генезь сердечной недостаточности вносит коморбидное надвижение. И анемия – это одно из наиболее распространенных и сопутствующих заболеваний, которое встречается как минимум в третьих пациентов в сердечной недостаточности и почти 50% при этом имеют латентный дефицит железа, что повышает заболеваемость, смертность и частоту госпитализации. Во многих исследованиях показано, как собственно анемия, так и анемия с дефицитом железа. Да, вносит существенный вклад на специализацию и смертность пациентов сердечной недостаточности. Большое количество исследований было проведено за, в общем-то, последние 20 лет. И мы видим, что количество пациентов с салимическим синдромом отличается в разных исследованиях. И, в общем-то, от 10 до 60% составляет. Это связано, безусловно, с особенностями выборки пациентов. Есть пациенты, где включаются пациенты с более тяжелыми функциональными классами, есть пациенты, которые, включались более легкими. Также отличаются критерии включения у анемического синдрома. Ну, в общем-то, такой разброс по частоте связан, безусловно, с несколько с невомоенностью и гидрогенностью пациентов, а также с разными фенотипами, которые на сегодняшний день показывают разные прогнозы. Таким образом, вот, например, одно из самых крупных исследований, это канадское исследование, которое включало 12 тысяч пациентов сердечной недостаточности, показало, да, как же распределены, распределен анемический синдром по типу пациентов сердечной недостаточности. На первом месте стоит анемия, связанная с сопутствующими хроническими заболеваниями, ее еще вызывают анемия воспаления, или цитофинно-трубизированной анемии. Далее стоит железодефицитная, далее анемия состки хронической кровопотери, В12 полиодефицитная анемия, ну и самый меньший процент принимают другие анемии. Что самое интересное, что все пациенты с анемическим синдромом так или иначе имеют латентный дефицит железа, как с анемией, так и без. Причем, чем выше функциональный класс, тем чаще процент латентного дефицита железа встречается у пациентов. Но, если посмотреть распределение пациентов по анемическому синдромам как с различной идеологией среди пациентов с прогрессирующим, состойно-сердечным недостаточным, то мы увидим несколько другую картину. На первом месте ставят пациенты с железодефицитной анемией, далее идут пациенты с анемией с хроническими заболеваниями, далее пациенты с анемией разведения и лекарственной индуцировки. Таким образом, что мы видим, что основной пункт пациентов с анемией это пациенты с железодефицитными синдромами и намного реже случаются другие типы анемии. Что же это за железодефицитные синдромы? Это собственно абсолютно дефицит железа, это функциональный дефицит железа и анемия хронического заболевания, которое может иметь собственно смешанный генез, как железодефицит плюс анемия хронического заболевания в комплексе. почему отличаются, чем различаются абсолютный железодефицит от функционального железодефицита? Мы хорошо знаем, что абсолютный железодефицит связан с нарушением всасывания железа в кишечнике, с повышенными потребностями организма, с культами или массивными подживущими кишечными кровотечениями. Что касается функционального железодефицита, то есть здесь несколько другой генез. В 2001 году в первый открыт и внес существенный вклад в обмен железом организма такой гормон, как гипсидин. И, в общем-то, он принес революцию, особенно среди понимания анемиохронического заболевания. И на сегодняшний день мы знаем, что анемиохронического заболевания связано с очень высоким уровнем гипсидина, который активируется при хроническом низкодозном воспалении. На сегодняшний день хроническое низкодозное воспаление доказывает пациенту сердечную недостаточность. Что же мы получаем при функциональном дефиците железа? Депо железа, оно у нас находится в печени, в селезенке, в костном мозге. Оно может быть абсолютно нормальным. Но что блокирует гипсидин? Он блокирует выход железа из депо и блокирует всасывание железа в кишечнике. Таким образом происходит секвестрация железа. Из-за этого функциональный пункт, циркулирующий, в крови снижается. Таким образом мы видим разные механизмы при абсолютном дефиците железа и функциональном дефиците железа. Что самое интересное, что как собственно аммия различной этиологии, так и функциональный абсолютный дефицит железа может иметь такую же практически детальность в пациенте сердечной недостаточной. Таким образом, многофакторная в общем-то этиология амминического синдрома у пациентов постоянно очевидна. Это и огромный вклад нарушения всасывания, амороксия, низкий аппетит, пациентов сердечной недостаточной, желудочно-нишечное кровотечение, это и хроническое воспаление с повышением уровня дефицидина и сблокирование у него всасывания и выхода из лифов. Это собственная дисфункция почек, это и аммия разведения у пациентов застольных сердечных недостаточных. Самое интересное, посмотрите, это влияние лекарственных препаратов у пациентов сердечных недостаточных декабря, которые приводят к амминическому синдрому. Интересные исследования были получены по ингибиторам АПР, которые, как оказывается, снижают уровень генетатрида при длительном приеме пациентов сердечной недостаточности. Мы знаем, что 90% пациентов получают ингибиторы АПР, так как они являются основными препаратами для лечения сердечной недостаточности. В общем-то, приводит к аммини использование антистероидных противовосболизм, а в принципе мы знаем, что пациенты с сердечной недостаточностью очень часто используют ласкулинг, как антиагреганты. То есть, таким образом, у одного пациента может быть очень много причин, которые будут поддерживать анемический синдром. И мы сегодня говорим не только об аммии, а о существенном вкладе еще и дефицита железа, потому что анемия очень часто у пациентов сердечной недостаточности параллельно сопровождается дефицитом железа. И даже если у пациента нет анемического синдрома, дефицит железа также однозначно влияет и на снижение качества жизни, и на физическую активность, увеличивает риск неблагоприятных событий. И недавно, в последних исследованиях, дефицит железа был идентифицирован как ключевой элемент, участвующий в фотофизиологии сердечной недостаточности, ее прогрессировали. И даже это позволяет предполагать, что дефицит железа может быть даже больше, чем просто сопутствующие заболевания при сердечной недостаточности. Мы видели, что если железодефицит на анемии встречается в 10-30% у пациентов с сердечной недостаточностью, то дефицит железа практически на 50%, то есть практически преобладает перед анемическим синдромом. Если посмотреть дефицит железа соответственно на особенности исключения пациентов, то мы видим, что женщины имеют намного чаще железодефицит, что он нарастает от первого к четвертому институциональному классу, что пациенты с низкой и средней фракцией выброса имеют больше процентов дефицита железа, и пациенты, посмотрите, интересный факт, без анемии имеют меньший процент дефицита железа, чем пациенты уже имеют анемию любого типа. Таким образом, какие же основные причины вкладывают в общем-то свою роль в идеологию анемии и сердечной недостаточности. Мы уже говорили, это идеология недоедания. На это влияет и безусловно тяжесть, сердечная недостаточность, рекомендации по снижению потребления соли. Еще интересный факт, еще интересный факт, это вклад в последующие фитат и полифенолы. Интересно, были показаны такие наблюдения, что продукты, которые содержат фитиновую кислоту, а это не очищенные цельнозерновые продукты, семена и бобовые, полифенолы, которые содержатся в чае, кофе, непосредственно в красном вине, какао, они существенно блокируют всасывание железа в кишечнике. Следующий слайд. Например, было исследование, которое показало, что одна чашка черного чая на 80% блокирует всасывание железа у пациента, который, в общем-то, принимает непосредственно чай во время еды. Что же это исследование показало, что обязательно, я думаю, что касается не только пациентов сердечной недостаточности, но и пациентов, тем более, рекомендую разъединять прием продуктов богатых амфетанолами и полифенолами с приемом пищи. За час до еды или за час после еды рекомендуется употреблять тот же чай, кофе, шоколад, какао, для того, чтобы не было нарушений всасывания железа. Следующий блок это снижение поглощения железа, нарушение губца кишечника, это хроническое воспаление, следующий слайд. Безусловно, влияет роль на непосредственно секрецию и экспрессию гипсидина. То есть, мы видим, что интересные факты, которые получены в последних исследованиях по уровню гипсидина. Оказывается, что у пациентов с сердечной недостаточностью уровень гипсидина в порядке исследований низкий. С одной стороны, пациенты имеют низкий уровень воспаления, уровень гипсидина должен быть высокий. Но существует две гипотезы интересные, которые объясняют, почему пациенты с сердечной недостаточностью уровень гипсидина низкий. Первая гипотеза показывает, что у пациентов на начальной стадии имеется функциональный дефицит железа, но по мере развития сердечной недостаточности и его прогрессирования переходит в абсолютный дефицит железа. Вот почему препараты железа не будут эффективны. Вторая гипотеза связана с тем, что во время хронического воспаления железодефицит достигает таких размеров, что непосредственно факторы, которые индуцируют уровень гипсидина, намного менее, так скажем, весомы для организма, чем факторы, которые подавляют уровень гипсидина. Следующий слайд. Безусловно, гипохлоргидрии и избыточное щелачивание вносят свой вклад у пациентов в нарушение всасывания, а это наши любимые ингибиторы протоновой помпы, которые у нас назначаются налево и направо пациентам, в том числе и сердечно, хронической сердечной недостаточности. Следующий слайд. Увышение потери железа, это тоже серьезная проблема. Очень часто у пациентов со стойной сердечной недостаточностью диагностировали изофагиты, гастритогеморрагические, язвенную болезнь, в общем-то, это тоже фактор, который приводит к дефициту железа и в том числе к клиническому синдрому. И что самое интересное, четвертый фактор это роль нейрогомональной активации. Интересно было получено данные в одном из исследований, где было показано, что пациенты, принимающие бета-блокаторы, имеют намного меньше миокрадиальный дефицит железа, чем пациенты, которые не принимают бета-блокаторы. Таким образом, активация симпатодреналовой системы и миноглиотензеровой системы тоже вносит существенный вклад в дефицит железа и патологический синдром. Частота оценки статуса железа в реальной клинической практике, несмотря на то, что мы говорим о важности железа как непосредственно микроэлемента, в когенезе сердечной недостаточности, к сожалению, неудовлетворительной. Очень минимально, это один, каждый четвертый, иногда и на много реже проводится пациент бессердечной недостаточной. Что нужно нам знать для того, чтобы диагностировать дефицит железа? Нужно знать уровень перетина и коэффициент насыщения трансферина железа. Интересные данные были получены, если норма перетина и коэффициент насыщения трансферина железа для помышленного человека, для того, чтобы определить дефицит железа, это уровень меньше 30 и трансферина меньше 20 процентов, то для пациента с сердечной недостаточностью существуют свои стандарты, это филитин меньше 100 или в пределах до 100-300 микрограмм на витр, а коэффициент насыщения трансферина железом меньше 20 процентов. Вот эти показатели уже позволяют нам поставить дефицит железа у пациента с сердечной недостаточностью как с анемией, так и без анемии. Последнее исследование опубликовано в 2022 году показало, что филитин и трансферин могут быть существенными важными маркерами в общем-то прогнозирования летальности у пациента с сердечной недостаточностью. Посмотрите, с ростом в общем-то филитина больше 30 и с снижением трансферина существенно возрастает летальность за последующие 5 лет у пациента с сердечной недостаточностью достигает 65 процентов это просто полосальные цифры. Оценка статуса железа на сегодняшний день под перечень необходимых обследований для всех пациентов страдающих сердечной недостаточностью. Это исследование уровня перетина и по эффективным исчезновения трансферина железа. Почему же мы не назначаем пациентам элитрополитин? Мы говорим, что на первом месте стоит на хроническом заболевании. Мы на сегодняшний день показываем данные результаты по этиологии, по педагенезу, теперь остается понятно, почему. Во-первых, эти препараты неэффективны, они показали, что они не улучшают клинический исход, а даже увеличивают частоту проб и эмболических событий. И что самое интересное, в ряде исследований показано, что у пациентов сердечная недостаточность уровня перетина даже выше нормы. И что мы сегодня рекомендуем? Внутривенное ведение железа карбоксина и таза рекомендуется симптоматическим пациентам с низкой фракцией выпаса с целью улучшения симптом, функциональных возможностей и качества жизни пациента. Возникает вопрос, почему именно препараты внутривенной? Отвечаю на этот вопрос. Проведено было количество, огромное количество 2007 года крупных исследований как обсервационных, так и многоцентровых, где было показано, что именно внутривенные препараты железа значимо повышают качество жизни пациента, повышают физическую активность и приводят даже к снижению функционального класса. Смотрите, были опробированы разные препараты, были опробированы и пероральные препараты, были опробированы и другие молекулы внутриверного железа, но именно данный карбоксин и тазат железа показал, что он эффективно уменьшает миокрадиальный дефицит железа, существенно повышает уровень его карбина пациента и улучшает качество жизни. Процент расстат железа на сегодняшний день прописан и в рекомендации 2021 года обязательный статус железа определения в следующей славе. И, безусловно, рекомендовано, что все пациенты с сердечными достаточными, даже если у них нет помидоров, должны быть скринированы на наличие дефицита железа с помощью оценки общего анализа крови, сывороточного ферритина и коэффициентом защищения трансферина железа. Следует рассмотреть применение внутривенного железа карбоксин литоза у пациентов и следует рассмотреть у пациентов как с аномией, так и без аномии, но это касается пациентов семейской фракции выпаса. Ну, я думаю, что возникнет в общем-то закономерный вопрос, а как же вести пациента с сохраненной фракцией выпаса? На сегодняшний день последние исследования, которые обликованы в 2020-2021-2022 годах показали, что данная фракция, данный фенотип сердечного недостаста сохраненной фракцией выпаса это очень литерогенная группа. И на сегодняшний день выделяют субфенотипы и они следуются. Скорее всего, что каждый субфенотип он будет лечиться по-своему, так как для сердечного недостаста стесниской фракции выпаса улучшение такого однозначности для пациентов с сохраненной фракцией выпаса не будет. Если мы будем говорить, как же лечить пациентов с сохраненной фракцией выпаса, то на сегодняшний день мы пока опираемся на стандартные клинические рекомендации по введению пациентов с лимитом и хроническим заболеванием железа и с лечением делицитного железа. Нам хочется обратить ваше внимание на новое направление в лечении и введении пациентов с лимитом синдром и сердечной недостаточности. Безусловно, на ранних этапах мы сказали, что у пациентов может быть эмоциональные дефициты высокий уровень гепсидина. Поэтому новым направлением является блокирование гепсидина, которое может быть эффективной терапевтической стратегии. И большое количество препаратов, которые как зарегистрированы на сегодняшний день на рынке, так и находятся в стадии разработки, которые, в общем-то, помогут решить данную проблему. И интересные факты, полученные по плеотропным эффектам хорошо известных нам препарат, например, гепарин. Гепарин ингибирует секрецию гепсидина. И на сегодняшний день в стадии разработки молекулы гепарина без антикоглянного действия, которые в последующем смогут, в общем-то, при введении блокировать органы гепсидина. Еще интересный факт по хорошо известным нам препаратам это литалюн-дре. Интересно, что обнаружено, что очень большой процент пациентов имеют дефицит витамина Д, который связан с более высокой распространенностью антиохронического заболевания у пожилых людей. И в недавнем пилотном исследовании было показано, что добавление витамина Д оказывает положительный эффект на уровне гепсидина и в том числе снижает экспрессию гепсидин. Даже у здоровых добровольцев введение витамина Д способствует на 50% снижение уровня гепсидина, который сохранялся в 72 часа. Мне что самое интересное пока на уровне в общем-то разработок и экспериментальных исследований это плеотропный эффект спиронолактона, который у нас очень широко используется в клинике для лечения сердечной недостаточности. Спиронолактон тоже подавляет экспрессию гепсидина и возможно новые исследования и возможно новые молебулы на базе данных препаратов тоже помогут нам в дальнейшем помочь пациентам с аналинией с дефицитом жилетов и сердечной недостаточности. У меня все. Благодарите. Спасибо. 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 Продолжение следует... Просто определение железа информативно просто определение железа... Поймите, пожалуйста. Информативно или просто определение смортовочного железа? Для чего? Для... Нет, не информативно. Нужно обязательно смотреть уровень ферритина и трансферинга. Спасибо большое. Ну, если будут еще вопросы, мы с удовольствием как бы все поучаствуем в ответах, в том числе Юлия Владимировна, позволю себе с большим таким чувством уважения и представить нашего профессора, профессора нашей кафедры, человека с очень интересной репутации рематолога. Я думаю, все его знают, по его работам Владимира Викторовича Соркова он расскажет о гиперликемии, противовоспалительной и врат снижающей терапии зависимости от величины гиперликемии и капотизации. Пожалуйста. Большое спасибо. Уважаемый Александр Андреев, уважаемые коллеги. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, наверное, я с вами начну именно вот с этого самого распространенного слайда, который говорит о гиперликемии в Соединенных Штатах. Это самое большое исследование, которое четко показало, что в популяции гиперликемии у мужчин это 21,1% и у женщин это примерно 4,7% гиперликемии. Ну, со временем, наверное, здесь все-таки был молодой и средний возраст в основном, а с возрастом число или, скажем, процентом гиперликемии у мужчин все-таки имеют более высокие цифры и, как правило, они имеют какое-то небольшие различия с женственной гиперликемией. Тогда как подагры, вы видите, это 2,5-6% почти и у женщин это 2,2%. Хотя, в общем-то, здесь тоже уже последние данные, видимо, эволюция гиперликемии происходит таким образом, что число женщин растет с годами, а потому что это исследование было опубликовано в 17-м году, а закончилось оно в 2010-м году, все-таки уже 12 лет прошло, мы видим и на практике, что есть вот некоторые рост гиперликемии как мужчин так у женщин, потому что женская гиперликемия это все-таки прием мочевонных препаратов. Следующий стать, пожалуйста. Если встает всегда вопрос, а как гиперликемия связана с подагрой, и вот это исследование, которое четко показало в 17-м году, что только у одного пациента с гиперликемией из 30-ти разовьется подагрический атом. Хотя можно совместить цифры 1-30-ти, это все-таки очень большой процент, который прогностически не очень благоприятный. при гиперликемии что ликтует врачам и вообще медицинским работникам на это обращать внимание и скорее не оставлять это без внимания и принимать какие-то меры. А в 9-ти случаях из 10-ти причин гиперликемия это недостаточная экскреция, то есть это явно почечное звено, которое влияет на деление мочевой кислоты. И у большинства процентов с патологическим артритом необходимо снижение уровня мочевой кислоты, потому что R6 это 7, это среднее значение уровня мочевой кислоты. По данному этого исследования это R6 7 42 420 микро моль на литр, то уже 420 это угрожающая цифра, угрожающая величина уровня мочевой кислоты, которая требует очень серьезного отношения. Следующий пожалуйста слайд. И связь гиперликемии с коморбидностью она более чем очевидна. Это гиперликемия как бы из двух больших компонентов состоит. Это обычная гиперликемия без симптома и гиперликемия, которая уже образует депозиты мочевой кислоты в тканях и в суставах, тем самым запуская вот этот воспалительный процесс и дальше это переходит опять-таки, как я уже сказал в подагру и в хроническую подагритию хронический подагритический артрит. А хронический подагритический артрит это всегда высокий радиоваскулярный риск и более того это уже изменение в почках, которые свидетельствуют уже о начале хронической почечной недостаточности и которая в общем-то четко отслежена, что на протяжении 10 лет хронического тофстной подагры она приводит к уже неправимым последствиям. Как я уже сказал, это почечная дисфункция, возникновение прогрессирования и образование ко мне в почках тоже имеют прямую зависимость. Ну и метаболические нарушения это сахарная грина, диабет второго типа, это метаболический синдром, ожирением это тоже, хотя в общем-то гиперликемия пока что не отнесена к фактору развития метаболических нарушений, к метаболическому синдрому, но при этом подростков поднесена. подростков поднесена. максимум некоторых исследований до 45% это при встречается гиперликемия при метаболическом синдроме, но при этом нервный синальзи сахарной гиперликемия. Более того, мы говорим о сердечно-сосудистых осложнениях, гипотоническое болезнь, шимическое заболевание пилифорических артелей, инсульт. Это все рассмотрено на протяжении последних 20 лет. Это широко бусировалось в научных и медицинских кругах. И если это 20-15 лет тому назад в американских рекомендациях уже было отмечено, что антиральная гипертония и гиперликемия как фактор развития именно гипертензии, то теперь у нас и в российских рекомендациях это тоже у меня очень четко подчеркнуто. Следующий слайд, пожалуйста. И метаболический синдром я вам уже в принципе сказал. Следующий слайд, пожалуйста. И лечение, терапия острого приступа подагры, она зависит напрямую, конечно, и от степени вырушенности воспалительного процесса, и от длительности заболевания, здесь в общем-то мир разделился на предпочтение, что же сначала давать. Если американские рекомендации по лечению острого приступа лябасте нехронического это полный цен все-таки, то к этому в большей степени уже и российские рекомендации ассоциации ассоциации ревматологов России и тоже в общем-то дают предпочтение этому препарату. Но надо учесть, что до 30% мы не можем иметь прямые противопоказания и опосредованными длительным приемом этого препарата калфицина и поэтому есть вторая линия применения препаратов это нестероидных противовоспалительных препаратов, которые тоже применяются для подавления острого воспаления. И хотя последние исследования говорят, что калфицина и нестероидные противовоспалительные препараты одинаково хороши для того, чтобы публиковать острый приступ к подагре. Но если есть такие состояния у пациентов длительно текущие и особенно у лиц пожилого возраста, мы готовы прибегнуть к катифоидам это 30-35 миллиграмм там 3-4-5 дней максимум с последующим снижением медленно, но не не отменяется сразу, но эффект тоже в общем-то с измирин с калфицином и с астероидным противовоспалительным препаратом. Следующий стать, пожалуйста. И вот если мы говорим об общих ракетистах астероидных противовоспалительных препаратов, то здесь нужно помнить, что все-таки это слабые органические кислоты с одной стороны, и с другой стороны мы применяем их в том числе у лиц живого возраста, у которых мы в большем проценте случаев имеем дело с свяжением перистальтики желудочно-кишечного тракта, а это всегда чревато тем, что пожилые люди неправильно принимают, ведут себя при приеме многих препаратов, в том числе и астероидных противовоспалительных препаратов, потому что так уже сложилось мнение наших пациентов, что нужно после приема таблеток речь полежать, что в общем-то георгически недопустимо, это первое нарушение, которое отмечают гериатры и геронтологи в 17-м году на своем большом международном европейском конгрессе, и второе нарушение, это все-таки то, что не забивается большим количеством воды, потому что больные пожилого возраста тоже считают, что большое количество воды задерживает жидкостей с определенными последствиями плохими для них. На самом деле все это не так, и даже общество гериатров европейских как раз рекомендует, что это количество жидкостей у каждого препарата, у каждой национальности, у каждой группы, этнической группы, есть свои препараты, относящиеся к группе нестерозных препаратов, у других, у одних это диплофенак, у других это, например, циклофенак, наоборот, у третьих это, может быть, и с другой, и тот же диплофен и так далее. И, конечно же, четвертая рекомендация, которая говорят, особенно в зависимости жилого возраста, строго соблюдать режим приема стероидных противоставивных препаратов, это должно быть строго и с учетом как раз отгредиентного кислотного кармана, который образуется после еды, понимаете, мы попадаем в такую ситуацию в войну, вроде бы, после еды мы рекомендаем принимать препараты, но нестероидные противоставивные препараты сами являются слабыми органическими кислотами, и если мы не забиваем большим количеством воды, то получается, тем самым мы повышаем эту кислотность. Надо сказать, что это, конечно, не у всех больных, это в основном опыт центов пожилого среднего возраста, так как у пожилого возраста это наблюдается в меньшей степени, потому что атрофический кастер все-таки способствует, способствует, не способствует повышению PH, но при этом мы понимаем, что слабые органические кислоты все-таки препараты приема большого количества воды. Следующий след, пожалуйста. И вот когда мы говорим о стероидных противоспалитных препаратах, то нас, прежде всего, конечно, где случится тараз кровотечения из-за отдела желудочного тракта, многие препараты не сравнены в этом исследовании, правда, это исследование 2004 года, но оно не повторяло, не повторимо, к сожалению, более поздним исследованием не повторено, но при этом мы четко отметили, что ациклофенапил, миоксикан, миокпрофен, антифракцин относится к тем 4 на 4 группы препаратов, в большей степени говорят о том, что в меньшей степени развивают течение из верхних отделов, поэтому ациклофенапил и миоксикан это два препарата, которые являются выбором, особенно для пожилого возраста. Следующий след, пожалуйста. Прием и риск развития инфаркта миокарды, как мы видим из большого исследования, которое было проведено двумя годами позже, именно более 33 тысяч больных с инфарктом миокарда и 138 тысяч почти 139 тысяч контроль финское исследование четко показало, что опять-таки ациклофенапил и антифракцин являются наиболее судоприятными препаратами для приема пациентов, в том числе и пациентов с предъявительным приемом, особенно при хронической патологической атмосферной. Следующий след, пожалуйста. И приемы различных прегреспитализаций по поводу декомпенсации хронической сердечной достаточки, это другое исследование, которое было проведено на основании многочисленных исследований по мета-анализу именно в Великобритании четко показало, что тоже ациклофенап является препаратом такого препаратом первой линии при приеме при приеме пациентов с подавлением следующего и рекомендации 16-го года достижение целевого уровня существенной мочевой кислоты для нас является это самым главным мотивированным нашим действием мы должны снизить более мочевую кислоту ниже 6 мг децилитра или ниже 360 микроволь на литр если нет у нас осложнений если нет у нас хронической кислоты подакры если опять-таки нет частого а часто все что больше раз в год на последнее это уже часто поэтому целевой уровень мочевой кислоты рекомендуется для более быстрого растворения кристаллов пациентов с тяжелой подакрой это тофус хронической альтропатии частные приступы то полного растворения это должно быть 300 микромоль на литр это целевой уровень и ниже целевой уровень но при этом здесь всегда мы как бы боремся с одним а получаем другое мы можем получить осложнение если если больной непостоянно находится не под постоянным контролем врача и не регулярно сдает проверяет мочевой кислоты в крови то примерно у 17 31% получается резкое снижение мочевой кислоты ниже 3 мг децилитра то есть ниже 180 микромоль на литр а это уже называется гипоурикемия не рекомендуется поддерживать долгосрочные перспективы что является очень опасным для пациента следующий сайт и наконец-то вот эти рекомендации американской лимонологического колледжа то есть американских исследователей которые занимаются и лимонологией диагностикой лечения и обновляют свои рекомендации практически каждые 3-5 лет и европейские исследователи ревматологи они в общем-то свидетельствуют о том эти рекомендации что так предлазалополинола а лополинол является препаратом первой линии не выше 100 мг в сутки для всех пациентов и 50 мг в сутки при хронической болезни почек равной или более четвертой стадии но при этом еще и для убийц пожилого возраста тоже относится к ментам такой постумар относится к лицам живого возраста и дозу увеличивает выше 300 мг в сутки даже при почечной недостаточности и последнее исследование не правда здесь нет дослайзе говорит о том что даже на гемодиализе больные должны принимать аллополинол в низких дозах потому что все таки фильтруется ночевая кислота выводится из организма но не кстати на оксидазе а кстати на оксидазе это тот продукт тот тот фидемент который быстро приходит в организм и быстро выходит в организм и более того что гемодиализм стимулирует выработку сантинопсидазы поэтому ни один пациент в москве не принимает аллополинол гемодиализм вот и убедить наших леченых которые и врачи которые занимаются таким лечением убедить их невозможно потому что они четко убеждены хотя вот эти последние пять исследований я нашел за последние два года которые четко указывают что доза аллополинол или других у нас снижающих препаратов должна быть четко обозначена следующий след пожалуйста и вот я как раз говорил о том что мучевая кислота факторизм развития у нас сведена в девятнадцатом году чуть раньше лет на пять десять этого человека сада в европейских рекомендациях была введена на один год на один год на один год да 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 восемнадцатый девятнадцатый наши девятнадцатые это восемнадцатые да ну видимо не во всех странах потому что больше это было ну может европейские рекомендации как таковы объединенные да а вот в португалии я точно знаю что это было четырнадцатый может следующий совет пожалуйста и как мы реагируем и добиваемся целевого уровня мочевой кислоты в пациентах сердечно-сосудистом риск то есть гиперпокемия высокий кардиоскалионез это новое было понятие введено соответственно и более того как мы добиваемся целевого уровня мочевой кислоты первое оценить наличие сопутствующих заболеваний потому что сопутствующие заболевания как раз и говорят о том что надо лечить если нет сопутствующих заболеваний то здесь очень спорно что здесь мнение исследователей ученых и лечащих врачей разделились ровно наполовину они говорят да надо лечить но все-таки надо лечить только тогда когда есть сопутствующие заболевания то есть высокий кардиоскалионез риск тогда значит считать уровень человека сопутствующей крови 300 значит микробольт на ли до 300 на ли и нижней начать терапию при новом дозе 100 миллиграмм с последующей до 300 600 миллиграмм в сутки до достижения целевой кислоты ну это в общем то не всегда так хорошо как получается примерно 10 15 процентов приходится отказываться от аллокуринола еще 20 процентов не являются эффективным аллокуринол есть конечно другие урат снижающие препараты тактика здесь такая надо урат снижающим надо заболевать урикозурики препараты если нет повреждения отчетливого повреждения почек мучкарной болезни тактику несколько пересматривать следующее следующее пожалуйста и вот это пасклинические рекомендации которые по артериальной гипертензии у взрослых четко говорят о том что надо уровень мучевого гипертонии является значимым прогнозистическим фактором при артериальной гипертонии и доказаны связи между гиперолегимией и повышением смертности каждой крови и не только смертности но и поражением почек сейчас это тоже широко обсуждается и мучевая гипертония должна измеряться взятие не только на наблюдение а дальше по показаниям но не реже двух раз в год следующий след пожалуйста и говоря о гиперолегимии нужно сказать о гиперолегимии которая сейчас тоже уделяется на достаточное внимание в связи с другой проблемой которая на нас наступила а именно это ковид 19 который уже по предварительным данным вирус является влияет на выработку на вернее скажем так подавляет соединоксидацию и за счет этого много пурина и эти пурины все-таки не реализуются мочевую кислоту что важно для медики и вирус но высокий риск нейрогидративных заболеваний при гиперолегимии это болезнь альцгеймера это болезнь разнижающий ключевые ошибки врача как я уже сказал нельзя снижать ниже 180 микромоль на литр и никому при этом из-за чаще всего из-за незнания кому следует назначать лечение целевой уровень мочевые кислоты врачи можно точно знать и правила назначения алопренома тоже не отменяется следующее вот как раз я представил значит эти исследования которые были опубликованы которые точно говорят о антопию металлических диагнозов это репатоидный адрес спондиоларбит системная красноволчанка и подагра и сколько встречается ковида в каком проценте при репатоидном арбите это 37% заболевания при спондиоларбите 14% при психиатрическом арбите 13% вы видите все снижает а вот подагра 3% это конечно всех заинтересовало и все кто занимается подагой сейчас хотят объяснить для себя и для окружающего мира почему это происходит вот значит его характеристика ковида его возможности на поверхности вирус огромное количество рецепторов что свидетельствует его необчаянно высокая активность и наиболее активными клетками или точками приложения наиболее активного метаболизма его основная функция выбрать клетку мишель вируса выбирает клетку мишель и такой клетки на первом этапе взаимодействия с организмом при первых при первых первых с организмом являлся ретранцидом точнее гемоглабин как переносчик кислорода он его разрушал а может быть даже видоизменял превращает в своего помощника я уже не знаю кто четкий клип как он пока что непонятно как он поможет в области я уже закончил хорошо следующий человек пожалуйста с одной стороны растворимая мочевая кислота может блокировать рецепторы вируса а с другой защищать рецепторы других клеток в том числе и макрофаг от воздействия вирусов так ли это ставится вопрос сейчас в этом мире вот как показано макрофаг макрофаг вот эта клетка макрофаг вот эта жирная она там четыре вируса поглотила и не знает что с ним сделать это все можно говорить о эволюции вот этой ренкового вируса но сейчас это в общем-то времени очень много для этого у нас и более того вот распадки также также ведет к образованию клубинах в которых может стимулировать и поддерживать развитие хиброза поэтому мы даже видим на картинках как развивается быстро хиброз на протяжении трех недель у лиц перенесших COVID-19 но с высокой активностью и вот кожные органы и органы развивается как раз ровно через три с половиной недели после COVID-19 с следующей вот мы видим это тоже можно развивать посмотреть и как отмечается здесь это все происходит после того как вирус пристает можно представить до конца не доказать когда вирус пристает блокируется полный человек резко повышается и вот возникают такие кожные кожные суставные изменения следующее это вот наш посткоридный суставной синдром через три недели собственный наблюдение у больного отека гиперемия в общем-то выраженный суставной синдром на правой стопе второго и третьего пальца с быстрым развитием контрактуры и было воспринято как это артрит гнойный артрит было сделано осложнение и осложнение после оперативного лечения через несколько недель пришлось меня амбутировать головку этого сустава межплодов следующее пожалуйста и вот мы взяли назначение уровня сыворочной мочевой кислоты при гиперемии у больных не подагрой у больных ковид без всякого суставного синдрома и ранжировали мочевую кислоту которая у них была на протяжении первых трех дней это третья и четвертая стадия активности ковида 299 181 микромоль снижение непонятное снижение а вот выраженное снижение 180 145 это уже гипооригемия и 144 и ниже это значение снижение вот такая у нас и мы представили именно что вирус воздействует таксин у нас сейчас заканчивается сегодня у нас еще последний сайт и все а вот это клиническая стационарная пациента с ковидом 92 целевой уровень 360 300 микромоль это 15 и 5 процентов то есть 6 процентов то есть это получается 21 22 процента у нас с гипооригемии на фоне активности вот пожалуй спасибо 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 безумно интересные вещи и очень нам понятно почему притяживается Владимир Викторович в общем на это обратил наше внимание это фактически такой новый подход к некоторым вопросам но я думаю если есть вопросы пожалуйста только после выступления Маргариты Александровны которая будет говорить о подагре и в очень таком своеобразном ракурсе нарушение легитного обмена ультифакторальные подходы терапии Маргарита Александровна даться в нашей карте спасибо Оксана Андреевна уважаемые коллеги хочу говорить сегодня просто лечь сосудистые при подагре мы видим слайд в том что он имеет множественные связи и гипертония атеросклероз и все это связано с воспалением и кислительным стрессом есть инсулино-резистент и функция по сосудам андотелия следующий слайд таким же у нас будет выступать мочевая кислота на антиоксидант или проксидант и здесь мы говорим по поводу антиоксидант его влияния именно на ликопротеид несклонности так вот если они будут у нас изначально окисленными то тогда выживая кислота будет выступать в виде антиоксиданта а если это будут антиоксиданты когда это будут антиоксиданты то и и и опять же предполагается что подавление этого транспорта оно будет влиять на атеросклероз опять же это больше близко к тому что то сейчас у нас имеет четкую движение активности то есть у нас приводит к накоплению глюкозы и все это переводится в глицелин а глицелин сам по себе является важным материалом для синтеза триглицелина и это приводит к увеличению синтеза триглицелина другой вариант для гиперуликамии могут влиять на гиперулликемию за счет активности либо протеих и это будет из-за посванария что с на воспаление, которое будет ингибировать эту липпротеингифазу. И откуда опять? Мы видим, что нарушается критоболизм в триглицеридах и опять повышение их уровня. Кроме этого, может вызывать гиперликемию, может вызывать дислипидемию за счет снижения продукции агипонектида. А здесь все это вместе будет связано еще и с ожирением и положительность с липпротеинов на высокой плотности. И наоборот отрицательность концентрации липпротеинов в низкой плотности. В принципе, в следующий слайд мы переходим к вопросу по поводу ожирения, когда у нас жировая ткань оно будет влиять на различные метаболические пути. Во-первых, через ликтин, резистильный адипогиктин. Все это приводит к гиперлицеридемии, к инсулинорезистентности. И мы видим, что у нас увеличивается липпольство дипоцитов, и все это приводит к количеству свободных жирных кислот. И при этом же нарушается общий момент в организме лучевой кислоты, протеальной гипертензии, к низкому уровню клестилина, клеопротеинов в высокой плотности. Но гиперликемия может приводить к повышению, например, ММСП-1, это хемоцитарный протеин-1, жировой ткани, которая будет вызывать агрегацию моноцитов жировой ткани, и это будет приводить к накоплению моноцитов жировой ткани, которая будет вызывать накопление цитокинов, фактического оптимизма или различных различных вариантов. Все это будет ставить порочный пункт и нарушать обмен веществ жировой ткани. Но, сегодня уже говорил Арксана Андреевна, например, парамет фармир. И здесь мы видим, что он вместе с антиоксидантами могут блокировать накопление жира печени. Что интересно, появилась новая гипотеза о развитии воспаления неолкогольной жировой болезни печени, которая может быть увлечена в инфламосомно-зависимый механизм НЛП-3. И об этом сегодня было уже на сайте представленного Оксана Андреевна. Что мы видим? Что как раз повышение активности неолкогольной жировой болезни печени с воспалением доли имеет тенденцию при увеличении уровня мочевой кислоты. Что позволяет, собственно, предположить, что воспаление при неолкогольной жировой болезни печени будет увеличиваться по мере роста мочевой кислоты. Поэтому, в общем, интернет-фармин у нас также лечится суставом. Прошли мы к этому. Следующий слайд. Теперь про ассоциацию сердечно-сосудистой смертности и даже в отсутствие подабра. Это сегодня уже и Александр Андреев и Владимир Викторович говорили, что даже если у больного не выставлено диагноз садапы, то все равно у нас высокий риск сердечно-сосудистой смертности по консервации мочевой кислоты. Что мы видим от рекомендаций в 2018 году, Европейская ассоциация, где уже включена мочевая кислота как фактор сердечно-сосудистого риска. Мы видим, что повышение уровня мочевой кислоты на 1 мг децилитра, это на 32 пациента, повышая сердечно-сосудистых заболеваний. И это сопоставимо с повышением холестерина на 46 мг децилитра и уровня кистонического артериального давления на 10 мм тутного столба. Ну, собственно, сочетание артериального гипертенния с гиперурекемией повышает риск развития сердечно-сосудистых сложений в 5 раз. Что мы видим? Что пациент в Адабре, они имеют много коморбидных, большое количество коморбидных заболеваний, они должны быть систематически скринированы для того, чтобы можно было с учетом коморбидных заболеваний назначать правильную терапию. Следующий слайд. И что мы видим? Но, к сожалению, вот по приверженности к лечению пациента, они, казалось бы, совершенно некомплоентны. Да, самый низкий уровень приверженности у нас был преподаватель на 4% и остеопородия, как мы сказали нам. Следующий слайд. Про основные препараты коррекции Владимир Викторовичу рекорды нам напомнил. Это вопрос, с чем они у нас связаны, какие у нас есть. Дальше. И что мы видим? По целевым значениям. Вот все последние рекомендации, заключение некоторых. Мы видим по целевым значениям. Владимир Викторовичу сакцентировал внимание на уровня 360-300. Мне рекомендую эти ниже 180. И написано просто побочный эффект, который вызывается также с низким уровнем. Не только высокие, но и повышение. И вот плюс прием различных алополинола и фибуксостав. Следующий слайд. Что же хочется сказать? Что, во-первых, резкое изменение мультивой кислоты, это может быть равно сердечно-насульское событие или смерть. Почему? Это исследование коррес, проведенные результаты исследования, где начало приема фибуксостава или алополинола. Было достоверно связано с острым инфарктами амгарды или инсультом. И следующий слайд. Что мы получаем? Что? Алополинол или фибуксостав обычно назначается через несколько недель после острого приступа подагры. И вот эти вот колебания уровня мочевой кислоты могут в значительной степени быть связаны с сердечно-сосудистыми событиями. Поэтому некоторые сердечно-сосудистые события вообще можно рассматривать как приступ сердечно-сосудистые подагры. Следующий слайд. Здесь, как мы сегодня говорим, про мультфакторный подход к статинам. Поэтому показала анти-трансприотическое действие статина. Можно сразу в следующий слайд. Это сразу по рекомендации мы пойдем. О том, что для достижения цивилового значения рекомендуется назначение статин от плода максимально рекомендованной или максимально приносимой дозировки. А дальше мы говорим по поводу их непосредственно при недостаточности приема данных препаратов. Мы говорим, соединяем или рекомендуем применять ингибитор амсорбция холестерина и в секретарте желчных кислот при их невозможности любой комбинации. И могут быть осмотрены ингибиторы пасты 9. Следующий слайд. Тогда какие цифры у нас рекомендуются? То, что у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском целевое значение липпортеидов с низкой плотностью должно быть ниже 1,8. У пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском рекомендуются целевое значение ниже 2,6. Если пациент низкий умеренность в лично-сосудистом риске, то целевые значения липпортеидов с низкой плотностью должны быть рассматривать на менее 3 мм на литр. Следующий слайд. Что мы видим про назначение, собственно, препаратов? Да, суточные дозы, которые будут снижать плотность лепротеков на 50%, от 30 до 50, и суточные дозы. Не буду зачитывать, да, можно на слайде, чтобы это увидеть. Следующий слайд. Что мы видим? Проблияние терапии статинами на концентрацию мочевой кислоты в глазах. Здесь, собственно, два графика у нас регистрации по изменению уровня мочевой кислоты, которая будет по продолжительности терапии статинами. Здесь мы видим, что вот есть гипоэльхимический эффект, но от атормостатин и симостатина. Но, вероятно, это всего не классный эффект, и от атормостатин в дозе 40 мг в течение 12 недель, но не симостатин, будет существенно снижать уровень мочевой кислоты. Следующий слайд. И хотел бы сказать, только мы говорим про пациентов подагр, которые уже, Владимир, который делал акцент, принимают коэффициент, то, опять же, было проведено исследование Лодоко-2, где коэффициент в низкой дозе 0,5 мг 1 раз в день существенно снижал частоту сердечно-сосудистых усложнений у пациентов со стабильной ИПС. И все, тут дальше заключение. Да, близко, к нему проблемы нет. И так, как мне, в первеном сейчас мы дабриклазим, коротко скажем, по поводу проблемы вторичной гидролитимии. Мы рассматриваем, опять же, все варианты. Да, мы знаем про ильоцидослициловую кислоту, и тибагрилон, и педагриль, бета-блокатора, отдельный ингибитор АП-2. Мы приходим до гидролитимических препаратов. Про метролитим, мы уже сегодня сказали, вот он ингибитор, да, СЛГТ-2. Все, отставляем его, и мы им продаем глифмозин, и смотрим, что он дозозависимым образом влияет на уровень мочевой кислоты, и может снижать до 50 микромоль на литре уровня мочевой кислоты. И дальше в последовательности мы будем смотреть, что он также будет влиять и на сахарный диабет, и на три глицериды, и все, что будет связано с уменьшением еще гиперорикемии, при сахарный диабет, и второго типа. Все. И все, заключительный слайд у нас, да, что межрисциплинарный подход к литению пациента, он, собственно, будет оптимальным решением данного значения всех заболеваний вместе у больного паната. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, наверное, за вашу, как сказать, сжатость изложения, хотя вопросы невероятно тоже очень для нас важные и интересные. Есть ли вопросы в зале? У вас один вопрос, пожалуйста. Вопрос. Когда в каких случаях нужно смотреть сверху, точнее, железо? Я так понимаю, вопрос, да, в плане скрининга, дефицита железа, да, или эти диагностики англического симптома. Что нужно сказать? Что по последней клинической рекомендации, если мы говорим о железо-дефицитной англической, почему отдельность сверхуточной железа не является информативным, как скринингом? К сожалению, на сверхуточное железо влияет очень большое количество факторов. Например, прием полиметамина, содержащий железо, не снает диету у пациента, поэтому пациент, имеющий железо-дефицитной англической, может иметь нормальный железо, сывороточный. При этом другие показатели, они более чувствительны, и вот эти факторы на них не управляют. В том числе, если вы хотите определить дефицит железа у пациентов и сердечной недостаточности, а это обязательно на сегодняшний день клинических рекомендаций. Только сывороточное железо вам не поможет. Вам поможет полностью ферростатус. А здесь обязательно самый чувствительный ферростатус – это перейти. Ну и мы говорим о кондицентре иссещения трансферной железы. Поэтому мы не можем судить не о аминоле. Например, сывороточное железо может быть нескольким, сентября 12 железо. Он может просто запутаться. Поэтому в плане диагностики это не сегодняшний день не является единственным информативным показателем. Но в рамках обследования, да, пожалуйста, надо определять. Сывороточное железо, но без ферритина фактически, нам не даст эту информацию, что это истинное там железо-дефицитное, или это аминоле. Да, поэтому это принципиально. Ну, это не знаю, почему не определять. Определять. А что было в этом плохом? А для определенной категории, если вы когда-то уже, так сказать, ориентированы были на определенные характеристики ферритина, оно на каком-то этапе дает нам результат. Но даже просто при железо-дефицитной итогов лечения должно быть определенный ферритин. Вот и все. Спасибо вам огромное. Спасибо. Есть ли вопросы оттуда, из виртуального мира? Нет? Хорошо. Здесь тоже вопросов нет. Но я хочу еще раз всех поблагодарить и всех, кто нас пришел послушать, наших глубоко уважаемых лекторов, которые представили вам, в общем, очень интересный материал, я считаю, который базируется как на практических вопросах, анализе рекомендаций, так и в вещах фундаментальных, да, по поводу и дефицита железа, и по поводу и кемии, и все это всегда очень важно. Но я думаю, вы поняли, что в нашем психозе мы остановиться решили на таких вопросах, которые, кстати, не так часто, может, чаще сейчас, но в принципе обсуждаются в контексте хронической сердечной недостаточности и патронов. Спасибо всем.